Вода находится в постоянном круговороте, преодолевает огромные расстояния. И это путешествие начинается с дрейфующих ледников и заканчивается в реках. Однако человек внёс свою лепту в этот процесс. Добро пожаловать в округ Оранж в Калифорнии. Здесь находится самая совершенная в мире очистительная установка, имеющая дело с грязной водой. Сюда поступает грязная канализационная вода. И здесь её очищают, превращая в питьевую. Да-да, в питьевую. Каждый день к нам поступает около 500 миллионов литров грязной воды. И из неё мы получаем свыше 30 миллионов питьевой воды. Это очень много. Этого достаточно, чтобы обеспечить водой 500 тысяч человек, проживающих в этом округе. Процесс очистки напоминает процесс опреснения. В обоих случаях используются огромные фильтры, которые очищают воду от крупных примесей. Мелкие же частицы, вплоть до вирусов, удаляются из воды при помощи осмоса. Некогда в прошлом грязная канализационная вода после осмоса становится чище, чем питьевая вода, продаваемая в бутылках. Нам приходится удалять очень много различных химических соединений, заканчивая самыми маленькими. В результате получается совершенно чистая вода, которую можно смело употреблять в питьё. У нас есть специальные ёмкости с пробами воды. Там мы воду проверяем на себе, прежде чем её выпустить в употребление. Сказано, сделано. Скептикам принципа «из туалета на стол» не стоит беспокоиться. Какой бы чистой эта вода ни была, она не отправляется сразу в водопроводную систему округа. Вместо этого её фильтруют ещё раз. После этого половина всей воды отправляется в это водохранилище, расположенное в 20 километрах от очистных сооружений. Здесь вода просачивается в водоносный слой. Водоносный слой – это песок, гравий или любой другой пористый природный материал, который свободно пропускает в воду. Пока вода просачивается в водоносные слои, она проходит ещё одну степень фильтрации, прежде чем её начнут использовать для питья. Другая половина воды закачивается в подземное хранилище, которое преграждает путь подземным солёным водам. Если уровень воды в подземном хранилище ниже уровня моря, тогда вода из океана может попасть через водоносные слои в водохранилище. Поэтому мы закачиваем вдоль побережья воду под землю, создавая тем самым водяной барьер на пути к водохранилищу. В регионах, таких как Южная Каролина, которые в большей степени зависят от воды, образуемой при таянии снега, любой дополнительный источник воды имеет большое значение. Если бы этой очистительной станции не существовало бы, тогда бы каждый день в океан выбрасывалось бы около 400 миллионов литров сточных вод. Вместо этого свежая очищенная вода остаётся в водяной системе округа. Конечно, с ней можно было бы обходиться как с грязной водой, но очистка гораздо дешевле, чем вода в бутылках, и кроме того, получается чистейшее H2O. Спасибо. Спасибо. Спасибо.